К решению комплекса вопросов в ситуации с украинскими пленными в контексте задачи обеспечения безопасности страны и их личной судьбы, этих людей. Пишем вам от имени и по просьбе русского православного проповедника, миссионера Игнатия Тихоныча Латкина. Но я считаю, что надо писать, Игнатий Тихоныч, от имени общины будет писать, потом. Пишите. Как напишите? Внимательный и с трепетом, наблюдая за ходом специальной военной операции на Украине, мы, верующие православные христиане, не можем оставаться безразличными к этим событиям. Каждый день, поднимая в молитве руки к Богу, мы славим Его за все суды, какие Он производит над родом человеческим, в том числе и над Россией и Украиной. Тысячи украинских военных сдались в плен, среди которых немало идеологически мотивированных и с детства воспитанных в ненависти ко всему русскому людей. В самой основе мировоззрения этих людей лежит месть, которая в совокупности с нацистской идеологией и патриотизмом рождает настоящих безжалостных к другой нации террористов. Об этом мы не случайно написали. Игнатий Тихоныч Лапкин вырос в глубинке Алтайского края, в семье бедных крестьян, в период последствий советского раскулачивания. Отец вернулся с фронта без руки, мать-доярка воспитала 10 детей, среди которых был и молодой Игнатий. Рассказы отца и близких о раскулачивании и репрессиях с детства зародили в Игнатии справедливое желание отомщения советской власти за, в кавычках, поруганную землю. И с таким настроем он и возрастал, и тренировал себя, готовясь стать настоящим экстремистом, народным отомстителем. Но в его жизни случилось то, что никто не мог ожидать. Будучи в расцвете сил, отслуживший на флоте, потом в ракетных войсках, и учась в мореходном училище, в 23 года он получает в руки Библию. Теперь из молодого потенциального террориста и хищника Господь сотворяет ягненка. Игнатий приносит слезное покаяние и становится уже другим человеком с другими целями. Вера в Иисуса Христа изменяет его жизнь мировоззрения на 180 градусов. С этого момента и на сегодняшний день Игнатий Тихонович несет это слово и другим людям. Тысячи людей от его проповеди обращаются к Богу и изменяют свою жизнь. В связи с вышеописанным, и я вот дальше уже пишу, предлагаем вам организовать возможность занятий И.Т. Лапкина с украинскими пленными азовцами. Мы готовы абсолютно безвозмездно и на постоянной основе вести беседы и занятия с заключенными. Это с нашей стороны. И вот я дальше пишу, с вашей стороны, то есть что они должны нам обеспечить для этого. И сейчас я буду писать плюсы и минусы этого. То есть что это дает, если занятия вести, к чему это приведет. И если не вести, к чему приведет. Это я дальше еще сейчас буду писать. Ну и все места вот это, что вы с кем занятия вели заключенными, это я с того письма оттуда возьму. А вот которое было посылали тогда по Роману Сергею-то. Там много прям брать готовый материал. Да-да-да, я оттуда, все что это я оттуда возьму. Потому что отношения с КГБ хорошие. Они мной уже пытались пользоваться, когда пришли. Истинно православные там, подземные называют их. 32 человека. Вот это все надо взять во внимание. Да, слушай. Да-да-да, я это все напишу, конечно. Я сейчас просто пишу основную мысль. А ниже будет вот это все, все это идет справки. И потом на Википедию ссылка. В Википедии там все документы есть. Да, насчет Википедии. Это сильно мне помогает. Но впереди, которая подлежит уничтожению, каким-то образом убрать бы это. Никак, не убрать просто, это невозможно. Нужен какой-то большой администратор, очень авторитетный, который этим может заняться. А у нас нету таких прав, чтобы это убирать. Ну ладно, имейте в виду. Дело в том, что я все время ссылаюсь. Я знаю, я тоже вижу. Начинается у нас сейчас собрание, Игнать Ильич, переключаемся. Давай.